Библейский портал экзегет.ру представляет И вот 24-я глава – это такой маленький перерыв в истории Страстной Седмицы. То есть еще ничего не происходит страшного, но что оно произойдет, стало уже абсолютно очевидным, потому что конфликт Иисуса и книжников и фарисеев, он дошел до какого-то пика, ясно, что они этого так не оставят, и реакция, безусловно, будет страшной. И вот здесь, кстати, как и Марк в 13-й главе, Матфей говорит о будущем, о том, что это касается не только происходящего здесь сейчас, но какой-то очень дальней перспективы. Когда Иисус выходил из храма, к нему подошли ученики, чтобы показать ему храмовое строение. Ну, понятно, что храм – это центр вообще религиозной жизни иудеев, и вот все предшествующее, а мы довольно много читали в предшествующей главе, и даже до того, какие там были споры, скандалы на самом деле, да, все это происходило в храме. И вот, наконец, можно обратить внимание на сам храм, как на что-то нейтральное. Он для всех, а не для одних фарисеев или кого-то еще. А он ответил им, посмотрите на все это, аминь, говорю вам, что камня на камне здесь не останется, все будет разрушено. Ну, конечно, в 70-м году так и случилось, когда был разрушен Иерусалим и храм, стоящий в нем. Но, смотрите, это ведь еще и о том, что вот существует какая-то такая размеренная религиозная жизнь. Вот все хорошо, есть свои правила. Да, кто-то нечестивый, кто-то под благочестием скрывает жажду выгоды и так далее. Ну, всегда это все есть. Но храм-то стоит, и ученики как бы говорят, ну, вот ладно, эти люди, они недостойные, ну, бывает, что поделать, но храм-то есть. А Иисус говорит, а ничего от храма не останется. То есть вот это все рухнет в определенный момент времени. Интересно, что они даже ничего не ответили. Им нужно было это осмыслить. Когда он сел на склоне Леонской горы, это напротив храма, к нему отдельно подошли ученики и спросили, скажи нам, когда это произойдет? Какой будет знак, что приблизилось твое пришествие и конец света? Ну, хочется же пожить, правда? Даже если жизнь не очень хорошая, но мы как-то к ней уже привыкли. Может быть, не очень скоро, да? Может, мы еще как-то порадуемся? Иисус сказал им в ответ, а у него совершенно другое. Смотрите, чтобы кто не ввел в вас заблуждение. Многие придут под моим именем, скажут, я Христос, и многих обманут. Ну, потому что высший авторитет, он же всегда самый привлекательный. Дойдут до вас известия и всякие слухи про войны. Смотрите тогда, не ужасайтесь. Это должно произойти, но это еще не конец. Один народ поднимется против другого, и одно царство против другого. Будут в разных местах землетрясения, и будет голод. Так начнутся родовые муки. Ничего себе конкретное предсказание, да? Землетрясения, войны. А когда их не было? Вот когда был такой период в истории человечества, что не было ни войны, ни землетрясений? Нигде. То есть, он им отвечает вопрос, когда, не имеет смысла. Вопрос имеет смысл, как понять свое место в этом происходящем. И вас тогда поведут на казнь, будут вас убивать, между прочим, да? Понятно, что не хочется приближать это время. И все народы будут вас ненавидеть за мое имя. Многие тогда подадутся соблазну, станут друг друга убивать, и друг друга ненавидят. Смотрите, что не то, чтобы от меня отрекутся, а даже вот, может быть, и формально тоже за мое имя начнут убивать. И мы знаем, что это происходило в истории не раз, когда какими-то духовными словами прикрывались и агрессия, и насилие, и много чего еще. Много появится ложных пророков. Многих они ведут в заблуждение. Беззаконие будет тогда распространяться, и потому во многих растынет любовь. Но кто устоит до конца, будет спасен. То есть, вот чем страшен конец? Не войнами и землетрясениями. Это как бы фон, на котором все разворачивается, потому что всегда в истории человечества это было, и тогда будет тоже. Ну, может быть, его станет больше, чем обычно. А вот страшно именно отсутствие любви. Но сначала это Евангелие Царства должно быть провозглашено по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и лишь затем настанет конец. То есть, у истории еще есть некоторый смысл, некоторая вот такая траектория, она должна дойти до той точки, за которой этот смысл уже сбывается. Этот смысл настает, скажем так. Так что, как только увидите, как по предсказанию пророка Даниила выдворилась во святом месте ничтожная мерзость, это цитата из книги Даниила, там несколько раз, в 9, 11, 12 главах упоминается эта ничтожная мерзость, это языческая статуя в храме, то есть, когда поклоняются тому, что ничтожны и тому, что мерзко в святом месте. Кто читает, пусть поймет. То есть, некоторый намек явно на разрушение храма. Тогда тем, кто окажется в Удее, пора бежать в горы. Ну, горы более безопасное место, куда там партизаны всякие уходят, там трудно их найти. Кто на крыше дома, не спускайся, взять вещи. Кто в поле, не возвращайся за своим плащом. Вот в чем был, в том и беги. Горе тем женщинам, кто будет все дни ждать ребенка или кормить грудью. Молитесь, чтобы ваше бегство случилось не зимой, а не в субботу. Суббота – день покоя, когда гораздо сложнее все делать. Понятно, что в случае опасности для жизни можно и в субботу путешествовать, но просто к этому люди не будут готовы. Будет тогда... А зимой, понятно, погода хуже позволяет. Будет тогда великое горе, какого не бывало со дня творения мира и досили, и впредь не будет. Ну, впредь-то понятно. «Если не сократились бы те дни, не спаслось бы ничто живое, но ради избранных те дни сократятся». Смотрите, то есть даже еще и не в полную меру. «А если кто вам скажет, вот здесь Христос или Он вот там, не верьте. Ведь появится много якобы Христов и якобы пророков. Они произведут знамения и покажут чудеса, чтобы сбить с пути избранных, если удастся. Итак, я вас предупредил. Если скажут вам, вот он в пустыне, не ходите туда, вот он в потайном месте, не верьте. Словно молния, что сверхнёк на востоке и все зарит до западного края, таким будет и пришествие Сына Человеческого. А где есть труп, там соберутся орлы». Ну, во-первых, вот эта тема, что не надо и Христа нигде искать. Его пришествие будет очевидным. Второе пришествие. Это понятно, хотя многие захотят воспользоваться этим именем. А вот где есть труп, там соберутся орлы. О чем идет речь? Может быть, понято это просто в чисто практическом плане. Стервятники слетаются на тело, мертвое на земле, да? И тем самым показывают, где есть это тело. Но можно понять и так. Римские войска, знамя которых это орёл, соберутся в том месте, где будет убит Сын Человеческий и уничтожит Иерусалим. Вероятно, оба смысла подходят. То есть, первый чисто практический, а второй вот символический, из практического проистекающего. «И после горьких тех дней солнце затмится, и луна не даст больше света, и звёзды падут с небес, поколеблются силы небесные». То есть, разрушение Иерусалима — это разрушение всего мира. Однако, Иерусалим был разрушен в 70-м году, а сейчас, ну вот, когда мы это записываем, в 2022-й, и как-то мы не замечаем, чтобы звёзды с неба падали, хотя уже 2000 лет без малого прошло, да? Ну, то есть, по-видимому, это не столько хронологически совпадает, сколько совпадает, по сути, Иерусалим — священный центр мира. Его разрушение — это как бы начало разрушения всей Вселенной. «Тогда явится на небе знамение Сына Человеческого. Зарыдают все земные племена, увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных со многой силой и славой». Это, конечно же, тоже пересказ пророчества из книги Даниила. Вот тоже некоторая связь с тем, что говорилось ещё и ветхозаветными пророками. «И пошлёт он ангелов своих под могучий трубный звук собрать из бранников его от четырёх ветров, от края и до края небес». Вот эта встреча будет и встречей Божьего народа со своим Богом. «Возьмите себе за пример смоковницу. Когда пускает она нежные побеги, распускаются листья, вы знаете, что приближается лето. Так и вы, когда увидите, что всё это начало сбываться, знайте, что он уже при дверях». Вот настолько же, как дерево распознаёт приход весны, вот так и вы легко распознаете эти события. «Аминь, говорю вам, ещё на веку этого поколения всё это сбудется. Небо и земля исчезнут, а слова мои не прозвучат напрасно. А точно б не исчезти не знает никто, ни ангелы на небе, ни сын, а один только отец». Вот интересно, здесь для современного богословия возникает проблема. Отец и сын не равны? Ну вот современной догматике это противоречит. Что же отец скрывает от сына? Это противоречит словам самого Христа. Но, может быть, здесь не то, что вот вопрос о физическом знании, да, вот кто что знает, кто чего не знает, а вопрос скорее о том, что даже я не могу вам этого сказать, потому что, ну, некоторые вещи, они не по расписанию происходят, а по воле Божьей. «Как было во дне Ноя, когда был потоп всемирный, так будет и при пришествии сына человеческого. В те дни перед потопом пировали и выпивали, женились, выходили замуж. До того самого дня, когда вошел в ной ковчег, ничего они не понимали, как вдруг нахлынул потоп и всех погубил. Таким будет и пришествие сына человеческого. Будет тогда в поле двое, одного возьмут, а другого оставят. Будут две молоть на мельнице, одну возьмут, а другую оставят. То есть, наверное, сын человеческий возьмет с собой. Можно, правда, понять наоборот. Возьмут, то есть, уничтожат, а второе и вторая останутся в своем мире им. Править, и как раз вот апостолы спрашивают, когда же все это будет, но как бы не хочется таких бедствий. А вот по-разному все. То есть, для кого-то оно будет страшным, а для кого-то радостным. Будьте же начеку, ведь вы не знаете, в какой день придет ваш господин. А знаете вы вот что, если бы хозяин дома знал, в какую ночную стражу явится вор, то есть, какую часть ночи, он был бы начеку и не позволил тому проникнуть в дом. Так что и вы будьте готовы, сын человеческий придет неожиданный для вас час. Нам кажется странным, что приход сына человеческого сравнивается с приходом разбойника, вора. Но, естественно, не сын сравнивается с вором, а неожиданность событий, его разрушительность для этого мира. Какой раб окажется верным и разумным? Господин поставил его над всем своим хозяйством, чтобы он вовремя выдавал всем пропитание. Благо тому рабу, если господин придя обнаружит, что так он и поступал. Аминь, говорю вам, что господин поручит ему управлять всем своим имуществом. Или тот раб окажется негодным и скажет сам себе, мой господин задерживается и начнет избивать других рабов, а сам станет есть и пить с пьяницами. Но господин того раба вернется в день, которого тот не ждет, и в час, о котором не догадывается, и тогда разорвет его, подвергнет одной части с лицемерами, и будут там рыдать, искрежетать зубами. Вот притча о неверном управителе, она как раз отвечает на вопрос, апостолы говорят, когда же это будет? Он говорит, вы не знаете, когда это будет, и я не могу вам этого сказать. Но могу вам сказать, как вы должны ждать этого прихода, он будет внезапным. И вы, апостолы, ближние ко мне, да, вот они еще совсем недавно спорили, кто будет по правую, кто по левую руку, вы эти управители. Господин поступит с вами, смотря по тому, как вы будете его ждать. Субтитры создавал DimaTorzok